Всем привет! Меня зовут Ралина. Я email-разработчик компании Яндекс. А именно работаю над созданием самого лучшего в мире сервиса персональных рекомендаций контента Яндекс.Дзен. Сегодня я бы хотела рассказать, как мы научили наш большой текстовый классификатор определять, каким из двух с половиной тысяч тематик относится каждая статья. Надеюсь, что после моего доклада каждый из вас сможет создать такой классификатор и внедрить его в свой проект. Или даже для других задач воспользоваться трюками, которые помогли нам значительно улучшить обучение и качество самой модели. Для начала я бы хотела очень узнать, кто из вас знает вообще, что такое Яндекс.Дзен. Поднимите, пожалуйста, руки. Ой, ничего себе! Я очень рада, что уже многие с ним знакомы. Для тех, кто еще не знает, то Яндекс.Дзен — это бесконечная персонализированная лента контентом. Статьи подбираются с различных крупных источников, а также с публикаций авторов нашей собственной платформы. У нас очень много пользователей ежедневно. Это порядка десяти с половиной миллионов уникальных пользователей именно. А также ежемесячно это число достигает 43 миллионов. Мы работаем с большой базой документов, порядка двадцати миллионов, и поэтому все наши алгоритмы должны быть очень-очень быстрыми и эффективными. Сначала я бы хотела поговорить вообще, зачем нам определять тематики. Вот у пользователя очень много интересов, и поэтому его лента основная вот такая выглядит довольно-таки разнообразная. Но что, если ему прямо сейчас хочется почитать про смешных котиков? Или посмотреть последние новости его любимой хоккейной команды? Вот именно для таких целей мы решили создать отдельные тематические ленты. Выглядят они вот так. Можете догадаться, на какую тему были подобраны статьи вот в этой ленте? Здесь есть искусственный интеллект, нейронные сети. Есть какие-нибудь предложения? Вот, ну да, здесь, в общем, машинное обучение тоже. Хаббар, вот это все. Следующая лента попроще. Здесь вообще можно не вчитываться в заголовки. Здесь есть тигры, медведи. Какие предложения? Вот, да, почти. Это дикие животные. Вот это наше основное применение нашего классификатора. Также, с его помощью, можно проставлять теги под статьей. Так, сейчас. Ну да, видео не произвезлось. Но, в общем, вот так выглядят наши теги. И теперь автор, зачитавшись и увлекшись интересной статьей, может почитать и найти похожие, просто перейдя на тег под ними. Например, теперь он может прочитать про викингов. И ему откроется эта лента. Прочитав про викингов, с помощью классификатора мы составляем список похожих интересов. И теперь он уже может прочитать, например, про древний мир. Также можно подписаться на такую ленту и получать больше увлекательного контента в свою основную ленту. Либо же, наоборот, если ему попалась карточка про какой-нибудь очередной скандал в Доме-2, можно нажать на дизлайк и заблокировать какие-нибудь темы. Например, сам Дом-2 или драки. И последнее, где мы внедрили наш классификатор – это профили пользователя. Теперь на основе тематик статей, которые читает автор, мы создаем список его интересов. Теперь я расскажу, как же мы его создавали. Обучающая выборка выглядит довольно просто. Это сама статья. У нее есть заголовок, есть контент и список тематик. Тематики представлены в виде вектора. Нули стоят на позициях, если тематика не подходит статье. И единицы в обратном случае. Чтобы собрать такую выборку, вы можете просто обкачать какие-нибудь сайты, где уже стоят теги. Теги обычно проставляются вручную, поэтому им можно доверять. Но у нас также есть еще собственная платформа создания контента. И мы брали теги, которые проставляют там авторы при публикации своей статьи. Таким образом, мы собрали 7 миллионов документов, более 150 уникальных тегов, и из них уже сформировали 2500 наших крупных тематик. Чтобы оценить качество модели, мы использовали стандартные метрики. Это min-average precision с различным количеством тематик от 1 до 7. Precision recall как общий, так и в разрезе крупных и мелких тематик. Все метрики очень сильно коррелировали между собой, поэтому в дальнейшем я буду приводить примеры изменений только для min-average precision at 1. Вот настало время экспериментов. Мы решили сразу не браться за какие-то очень сложные модели и просто крутить параметры, а решили на основе простой модели понять, какие сложности вообще есть в нашей задаче, и уже постепенно наращивать саму архитектуру. Вот так выглядит. Когда мы взяли даже эту простую модель, она у нас вообще не обучалась, потому что у нас были проблемы с данными. Например, это такая. Разные авторы ставят различные теги для одной и той же тематики. Например, тег «кино». Можно поставить тег «кинофильм» или даже какой-нибудь кинчик или самый лучший фильм на свете. Понятно, что мы не будем обучать отдельно все эти теги, и как-то нам хочется очень быстро всхлопнуть их все в одном. Для этого мы взяли word2vec каждого документа, полученный просто взвешенным усредением word2vec и его слов, разбили документы по тегам и уже усреднили эти вектора внутри тегов. Таким образом мы получили имбеддинг самого тега. И так как у нас есть имбеддинг тега, теперь мы можем мерить между ними расстояние, а значит, как-то пытаться их агрегировать. Для этого мы просто взяли для каждого тега список его ближайших по расстоянию, полученные через имбеддинги. И теперь мы можем мелкие теги заменять на крупные среди ближайших. Так кинчик заменится на кино. Вот таким простым способом мы буквально за несколько часов все 150 тысяч наших тегов сгруппировали до уже 2,5 тысяч тематик. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что авторы не любят ставить все возможные теги, которые есть в них в статье. Если они уже поставили кошки, вряд ли они будут указывать животное. Ведь и так понятно, что кошки — это животные. Чтобы решить эту проблему, мы построили дерево интересов. То есть как бы все теги уложили в такую иерархическую структуру. И теперь, пройдя снизу вверх, мы можем дополнить все документы, у которых стоят кошки, сначала домашними животными, а потом и просто животными. И теперь у нас в целевой функции будут стоять не нули на этих позициях, а будут стоять единицы. И таким образом наша выборка становится более качественной, а что главное — более честной. Вот так выглядела, собственно, наша первая модель. Она довольно простая — это FitForward-сеть, на вход которой принимала имбеддинги слов, отдельно для контента, отдельно для тайтла. Затем применялся линейное преобразование для каждого имбеддинга. MaxPooling — все это соединялось, и с помощью последнего полносвязанного слоя мы уже получали вероятности всех тематик. Классический подход мультилейбл-задачи говорит рассматривать все классы независимо. Поэтому мы использовали в качестве лосса бинарные кросс-энтропии и учили уже все тематики по отдельности. Даже такая простая модель уже давала довольно хороший результат. И мы начали смотреть, какие же проблемы у нее есть. Первая проблема, с которой мы столкнулись — это то, что она очень сильно акцентирует внимание на конкретных словах. Например, если взять любую статью, в которой упоминается такая замечательная порода собаки как боксер, в ней непременно будет стоять тег-бокс. Почему так происходит? Когда мы применяем MaxPooling, то все слова, которые указывают на то, что это текст про животных, они выдают сигнал, что текст про животные, и схлопываются между собой. Получается только один сигнал. Также слово «боксер» отдает один свой сигнал, что есть тег «бокс». И вот эти два сигнала никак не взвешиваются. Получается, они рассматриваются на равных, и модели ничего не остается, как проставлять сразу оба тега. Если будем здесь использовать сверточные слои, то как раз рядом со словом «боксер» будут участвовать лапы и хвосты. И поэтому модели будет легко понять, что текст все-таки про животных, и не будет ставить «бокс». Но что делать, если мы хотим также учить еще и бренды какие-нибудь? Например, iPhone. Нам недостаточно знать, что тематика просто про гаджеты. И вот эта сеть как раз хорошо справляется с такой задачей, потому что она напрямую передает сигналы от каждого конкретного слова. Чтобы получить полный спектр всех тематик, мы взяли основную часть из этой модели и соединили со сверточной. Теперь сверточная сеть дает более общие, крупные тематики, которые есть в тексте. А первая модель передает сигналы от конкретных слов для того, чтобы учить различные бренды. Такое соединение помогло нам нарастить наше качество на 7,2%. Мы начали смотреть, какие проблемы есть дальше. Первая проблема – это то, что мелким топикам учиться гораздо сложнее, чем крупным, так как у нас сильный дисбаланс в данных. Можно, конечно, попробовать перевесить как-то выборку, чтобы с одной стороны и сохранить априорное распределение, и с другой стороны сделать так, чтобы вроде как и все учились. Но наши тематики очень динамичные. Какие-то становятся популярными, какие-то наоборот затухают. И размеры этих тематик сильно варьируются, сильно изменяются. Получается, что все веса у нас очень сильно неустойчивы. Нам такое не подходит для runtime сервиса. К тому же нам очень дорого хранить в онлайне сразу все предсказания всех тематик. Мы хотим хранить только топ тематик и уже потом формировать из них различные списки для разных задач. Например, это отдельная задача для тематических лент, отдельный список для тегов под статьей. Там нужны различные точности, различная полнота, поэтому списки должны быть раздельны. А почему мы не можем при нашей текущей модели собирать такой топ? Потому что бинарной кросс-энтерапии выгодно давать большей вероятности на какие-нибудь спорт и политику, а на какие-то там мелкие динозавры, например, ей вообще не зачем обращать внимание. И весь топ получается только из крупных. Вот в этом стояла наша проблема. Чтобы побороть ее, мы решили заставить бороться между собой все топики, уже рассматривать их не независимо и добавили softmax слой. Что произошло? Мы заменили в целевом векторе единицы на единицу поделить на количество топиков, чтобы хорошо учился softmax. И так как количество топиков обычно у статьи не очень большое, то он отлично справлялся с этой задачей без всяких неустойчивых весов. Но возникла следующая проблема. Как нам теперь понять, какой топ нам взять, чтобы показать, например, под статьей? Мы не можем всегда брать топ 5 или топ 10, потому что у какой-то статьи есть одна тема, а у какой-то их 20. Чтобы решить эту проблему, мы решили зафиксировать предпоследний обученный уже фиолетовый слой и добавили к нему другой лосс, уже бинарную кросс-энтерапию. В предпоследнем слое сохранилась вся информация о наших тематиках, а бинарная кросс-энтерапия давала скоры, которые можно сравнивать между документами. В то время как softmax нормирует все скоры внутри только одного документа, и мы не можем уже сравнивать один документ с другими. С помощью вот такого двойного лосса мы получили еще 8,5% в качестве. Таким образом, мы смогли обучить все 2500 тематик, в то время как первая модель без трюков обучает только 600 тематик. Качество возросло на 15,7%. CTR в наших тематических лентах возрос на 16,6%. И пользователей в этих лентах стало аж в два раза больше. Теперь подведем же итог. Откуда брать данные, если вы хотите сделать такой классификатор? Можно распарсить сайты, которые уже есть, с проставленными тегами. Чтобы схлопнуть теги все в одном, можно воспользоваться Word2Vec, с помощью которого построить списки ближайших и заменять мелкие топики на крупные топики. Если дополните датасет деревом, то вы сделаете его более качественным и более честным. Использование сигналов как от прямых, как слов напрямую, так и сворточных сетей помогает получать весь спектр тематик от крупных до мелких. А также обучение двойного лоса помогает сначала отранжировать наши тематики, например, взять топ-20, а потом уже прогнать по бинарной кросс-энтерапии и создать отдельные списки. Вот все. Подписывайтесь, читайте наши тематические ленты. А еще лучше приходите к нам их делать или заниматься другими не менее интересными задачами. Всем спасибо. Добрый вечер. Спасибо за доклад. У меня есть вопрос относительно бокса, боксеров, а также комбинации линейного слоя и сверточного. Такой вопрос. А вот как вы думаете, применение такого классификатора, как, допустим, Элма или Берт, который дает брать свертки, не слово вообще, а слово в контексте. Помогло бы именно в этой задаче или нет? Может быть, вы это пробовали? Да. Я хочу сказать, что мы хотим сейчас попробовать Берт в качестве предобученных имбеддингов. То есть уже разбивать не имбеддинги, слово брать, а имбеддинги как раз кусочков, как у Берти. И мы надеемся, что качество еще больше возрастет. Но хочется сказать, что когда мы брали предобученные имбеддинги в Word2Vec, например, то качество падало. В нашей модели мы используем end-to-end ее, то есть учим все имбеддники изначально. Так что в ответ, да, думаю, что Берт поможет и в этой задаче будем еще тестировать. Спасибо большое за доклад. Это очень крутая история. Вопрос примерно похожий на предыдущий. Вы использовали Word2Vec и строили векторы ваших тематик, просто их усредняя. А почему бы не использовать, например, док2век? Да, я хотела сказать то, что, во-первых, мы используем Word2Vec, который есть у нас в компании предобученной. У нас он обучался на многомиллионной базе, поэтому он довольно хороший. Вот почему мы усредняли? На самом деле здесь такая история, что мы такие думаем, нам нужно очень быстро как-то вот сейчас за один день просто слопнуть все тематики. Такие, давайте попробуем просто усреднить. док2век нам нужно как-то либо построить, либо где-то найти. Возьмем просто усредним, просто посмотрим, что получится. Попробовали – получилось. Сами удивились, честно. Сами удивились. Но заработало. Насколько я понял, у вас сплошной epic win. Вот. Ну, то есть вы практически лишили эту задачу. Вот. И я не понимаю, почему это в секции unsolved ML. То есть вроде как у вас все получилось. Нет? Есть что-то нерешенное? На самом деле я тоже задавала этот вопрос. Мне на него не до конца ответили. Но я могу предположить то, что такая задача, именно автоматическое проставление такого большого числа тегов, она не была решена до этого момента. То есть как бы у нас получилось ее именно внедрить в большую-большую сеть с большими данными. То есть она сейчас решена, но до доклада была не решена. Это моя версия. Надеюсь, она правильная. Здравствуйте. У меня вопрос как раз по поводу нерешенных проблем. Представим какую-то статью про сбитого летчика Кириенко, например, имея в виду бывшего премьер-министра. Попадет ли в нее тег-авиация? Попадет ли тег-авиация? Я могу сказать так, что мы как раз настраиваем различные пороги. Могу немного подробнее рассказать, как мы это делаем? Да, потому что проблема метафор при анализе естественной речи стоит просто очень жестко и прям очень жестким углом. При представлении порогов мы отталкиваемся от того, для какой задачи мы сейчас ставим наши теги. Например, если мы хотим построить тематическую ленту, то там мы выбираем порог так, чтобы точность была просто максимально высокая, а полнота, ну, неважно, чтобы хотя бы какие-то документы находились, чтобы пользователь зашел на нашу ленту, и ему что-то было, что-то он смог прочитать. Тогда мы затягиваем этот порог так, что туда попадает только на 100%, если практически на 100% модель уверена, что все, это точно про авиацию, там уже много раз было все это сказано, поэтому такая статья практически, наверное, не попадет в эту ленту. Возможно, ей проставится тег, потому что, когда мы ставим тег, мы решаем, что мы лучше будем показывать какие-то еще и близко похожие, то есть там даже может быть авиация, и может быть какой-нибудь самолет, еще что-то, чтобы у пользователя было больше представления о всей статье, и он мог перейти на любой его интересующий тег. То есть это будет уже не ошибка, скорее, а, ну, мы изначально так планировали, может быть, чуть меньше точность, но зато больше полнота. Вот, то есть смотря на такой задачи. Спасибо.